Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня ровно месяц с начала трагических событий, участниками которых вольно и невольно являемся все мы. Никто не остается в стороне, всех это касается. Много про это сказано, говорится и будет говориться. Лично я не хотел об этом говорить вообще ничего, но меня постоянно побуждают к этому подписчики моих каналов или случайные зрители. С первого дня не прекращается поток обвинений, оскорблений, проклятий. И в мой адрес, в адрес моей страны, в адрес моей церкви, не буду ничего говорить про действия светских властей. Пройдет время и правда будет открываться. Понятно, что мы далеко не все знаем и, возможно, и не узнаем никогда. Но сегодня я хочу поговорить именно про обвинения и проклятия в адрес моей матери церкви, русской православной церкви. Я уже немного сказал ранее о своем отношении к этой ситуации, когда не смог промолчать и не отреагировать на политические акции некоторых священнослужителей нашей церкви, именно некоторых, очень незначительной части. Эта политическая акция по сбору подписей против войны была адресована ко всем священнослужителям русской православной церкви, а значит, это обращение было и ко мне лично. Поэтому я высказал свое отношение и объяснил, почему я никогда не подпишу никакие воззвания, не буду участвовать в никаких политических акциях и движениях, тем более в партиях, и почему большинство, десятки тысяч священнослужителей канонической православной церкви тоже не будут это делать. Ссылку на этот ролик я дам в описании. Скажу коротко, что я там зачитываю присягу, клятву священнослужителя перед рукоположением, где все четко прописано. Эту клятву давал каждый из нас, подписывал ее, и в подтверждение своих клятвенных обещаний целовал крест и Евангелие. То есть эту клятву мы давали не только церкви, но и самому Христу. Я искренне сочувствую тем людям, которые оказались в эпицентре данных событий, которые непосредственно пострадали в боевых действиях. Это ужасно. Не хотел бы этого для себя, для своих близких, для своих родных. Не хочу этого ни для кого. Более того, скажу, что на нашем приходе значительная часть сотрудников родом из Украины, значительная часть наших прихожан, украинцы, практически каждый, может быть, за редким исключением, имеет на Украине родственников, друзей, в том числе и я. Все переживают, все скорбят, все друг друга поддерживают, все молятся. И вот именно про это я и хочу сейчас сказать. Что такое церковь? Вот когда люди сыпят проклятие на церковь, на священнослужителей, на предстоятеля церкви и требуют, чтобы священники занялись политической деятельностью, чтобы они приняли правоту одной стороны и осудили, а может быть, даже и прокляли в противоположную сторону, то эти люди совершенно не имеют никакого представления о Христе, о христианстве и о церкви. Я часто ранее говорил в проповедях своих и в беседах, что мы имеем сейчас такой вот разгул псевдорелигиозного сознания, то есть люди даже приходят в церковь, приходят в храмы, но приходят они не ко Христу, они приходят потребить. То есть у нас сейчас повсеместно господство религии потребления. Люди привыкли быть потребителями в магазинах, в сфере обслуживания и точно так же они относятся и к церкви. Они приходят, ставят свечки, заказывают молебны и уверены, что за эти денежки их должны обслужить. А если их не обслужили, не удовлетворили их потребности, то значит это какая-то церковь не такая, неправильная. И эти люди потом хлопают дверью церковью, пишут в соцсетях, что вот я был, была православная, но вот в церкви люди такие-то, 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 в общем плохие. Не сделали мне то, что я хотела, я молилась, свечки ставила, Бог мне ничего не дал, зачем мне такой Бог, зачем мне такая церковь. И вот эти же люди, по сути, сейчас требуют от церкви действий, как будто бы от политической партии. На церковно-славянском языке партия звучит как скопище. То есть они хотят превратить нас в скопище политическое, чтобы церковь обслуживала политические вкусы определенной части паствы и выступала категорически против другой части паствы, забывая при этом, что наша церковь не ограничивается территорией Российской Федерации, но действует по всему миру. И в постсоветских странах, и в Прибалтике, и в Центральной Азии, и также и за рубежом. Сейчас идет активная миссионерская деятельность на Африканском континенте. Есть у нас приходы и в европейских странах, и на Американском континенте. Поэтому наш патриарх не только патриарх русский, но патриарх канонической русской православной церкви. И молится он, и печалует обо всех, без исключения чадах канонической русской православной церкви. Я не буду подробно объяснять, что такое христианство, что такое православие, что такое церковь. Для тех, кто хочет это знать, я предложу простую беседу. Ссылку дам в описании. Беседа перед крещением. То есть в нашем храме дежурные священники раз в неделю проводят беседу с людьми, которые приходят креститься. И я бы сказал даже, что он их отговаривает иногда принимать крещение, потому что люди приходят часто именно с потребительскими намерениями. хотят, чтобы за то, что они крестятся, им дали ангела-хранителя, а лучше много ангелов-хранителей, чтобы у них было здоровье, чтобы детки не болели, чтобы дом полная, чаша была и так далее. То есть вот с такими понятиями люди приходят креститься. и не хотят ничего знать ни о Христе, ни о Его жертве, ни о воскресении Христа, ни о том, для чего церковь, что такое церковь. Церковь – это кто? Так вот церковь, если коротко, это люди, которые собираются для общего дела. Общее дело на нашем церковном языке называется литургия. То есть мы собираемся в церковь, церковь – это люди, для совместной молитвы, для служения божественной литургии. Кульминацией которой является причастие тела и крови Христовой. То есть мы причащаемся как источника жизни вечной самого Христа. Перед этим мы подготавливаем и свою душу, и свое тело, принятие Христа постом, молитвой и покаянием. Вот для чего существует церковь. В церковь люди приходят разных национальностей, разных политических взглядов, разного уровня образования, разного физического и психологического, и психического даже состояния. Все приходят в церковь для одного, чтобы соединиться с Господом нашим и Иисусом Христом. То есть цель каждого приходящего в церковь человека не много, не мало, а жизнь вечная. То есть в церковь приходят люди, которые хотят жить вечно, счастливо, с Отцом нашим небесным. Не больше и не меньше. Вот главная цель. И отсюда вывод. Если церковь начнет выбирать себе чат по политическим мотивам, по национальным мотивам, по еще каким-либо мотивам, то это уже будет не церковь. Это будет не вселенская церковь, не кафолическая церковь, не православная церковь. Это будет некоторое скопище людей, которые могут даже внешне походить на церковь, внешне походить на священников, одеваться как священники. Но при этом церковью они не являются. И мы видим тому примеры. Не только на Украине, но и в России, и в общем-то по всему миру. Про Западную Европу вообще нечего даже и сказать. Все и так ясно. Что они сделали со своей церковью за последние тысячи лет, мы видим. В наших православных священцах есть очень много имен святых западной православной церкви первого тысячелетия. И что мы видим сейчас? То, что там есть, даже церковью сложно назвать. Возвращаясь к обвинениям, к оскорблениям, проклятиям в адрес церкви, патриарха, хотел бы еще сказать, что вот часто говорят, что священник, священнослужитель это образ Христа. Это икона Христа. И во время богослужения, когда священник предстоит перед престолом, то поверх его священнических одежд восседает сам Христос, как наслятие, при входе в Иерусалим. И тайносовершитель всех тайн церковных у нас сам Христос, а не священник. Но священник является таким вот именно видимым образом, как бы иконой Христа. И, конечно, священник должен, будучи живым человеком, грешным, как все, безгрешных людей у нас нет вообще, а в церкви особенно, мы церковь кающихся грешников, священник должен, конечно, стараться изо всех сил подражать Христу и давать личный пример для своей паствы. И вот теперь обвинение. Вот от меня буквально вчера человек требовал, проклинал меня, чтобы я там высказал свою политическую позицию, обвинял светские власти, выступал там, можно сказать, на баррикадах, обличал всех, то есть занял его четкую позицию политическую. Берем образ Христа. При этом скажу сразу, что я живой человек, я не с луны упал, не в пробирке меня вырастили, так и других священнослужителей. Живем мы среди живых людей. У меня, как и у всех вас, есть свои политические взгляды, свои предпочтения, есть свое понимание происходящего, но как священнослужитель, уверен, я не должен как-то пропагандировать свои взгляды, потому что это будет мешать, как минимум мешать, тому служению, которому я призвал. Если я буду этим заниматься, то я стану клятвопреступником. В прямом смысле. То есть я давал клятву, что я не буду участвовать ни в каких политических партиях, ни в каких политических акциях. И именно поэтому я не буду говорить о своих взглядах. Я скажу о Христе. Мы говорим о подражании Христу. А давайте откроем Евангелие и прочитаем. Внимательно прочитаем и посмотрим не только на духовную составляющую Евангелия, а на ту реальную историческую действительность, в которой жил Христос, будучи и Богом, и человеком. То есть Христос был стопроцентный человек. Он рос среди людей. Мы знаем, что до 30 лет он находился в послушании у своих родителей. То есть он был с виду обычным молодым человеком, который мало чем отличался от своих сверстников. Отличался только одним. Он был безгрешен. То есть это единственный человек в истории человечества, который был безгрешен. Какой был политический строй на тот момент, когда Христос родился, рос и позже вышел на проповедь. Его страна была римской провинцией. Она была оккупирована римскими войсками. Еврейский народ был подчинением, был унижен, был ограничен в правах, платил дань. На момент распятия Христа управлял этим народом наместник римского императора Понти Пилат. И он принимал решение о распятии Христа. То есть помимо местного законодательства действовало еще и римское законодательство права сильного на тот момент. В Евангелии про это не написано, но кто хоть немного интересуется историей, то знает, что были возмущения в народе, были бунты, и они подавлялись очень жестоко. Проливалось достаточно много крови. Особое унижение израильского народа еще заключалось в том, что они платили дань римскому императору. А кто собирал эту дань? Мы знаем про мытарей. Кто такие мытари? Это не просто налоговые инспекторы. Это коллаборанты, которые сознательно, добровольно служили оккупационным властям. Они были из народа, они были местные. Они знали все про всех. У кого что есть, у кого что припрятано, о каких-то тайных доходах. И именно они собирали эту дань для оккупантов. И не просто собирали, они приходили в домы с римскими воинами. Но если взять ассоциации, допустим, из Великой Отечественной войны, то есть это вот по сути полицаи, которые приходят грабить своих соседей, родственников с группой немецких автоматчиков. Какое было к ним отношение? И что же Христос? Христос в 30 лет выходит на проповедь. Почему в 30 лет? Потому что до 30 лет он считался по закону юношей и не имел права проповедовать. То есть он демонстрирует свое послушание, законодательство, традиции. Только в 30 лет мужчина имел право войти в синагогу, прочитать Священное Писание и сказать проповедь. И никто не смел ему сказать, что ты не имеешь на это права. Все должны были его слушать. Что сказал Христос, выйдя на проповедь? Он разве сказал, давайте соберем подписи против римского императора? Или он начал осуждать зверства, творимые оккупантами? Может быть, он стал призывать на народно-освободительную борьбу, на боевые действия? Ну, откройте Евангелие, прочитайте. Мы только видим, что некоторые из иудеев думали, что рано или поздно он это сделает. Потому что их ожидание Мессии, как царя всех царей, который воцарится во всем мире, станет эдаким императором всего мира, президентом всего мира. А израильский народ, народ-пасторь, будет пасти. Все остальные народы, всех победим, всех накажем, все нам будут должны, и так далее, и так далее. Вот такие были ожидания на тот момент, когда Христос пришел. То есть люди забыли о тех обещаниях Божьих, о тех пророчествах, которые делали пророки Божьи, и ждали именно такого Спасителя для себя. А Христос пришел и сказал покайтесь. Потом он демонстративно платит дань кесарю. Но в Евангелии про это написано. Почему люди с криками «Оссана Вышних!» «Благословен гряды во имя Господне!» встречали Христа как царя, когда он въезжал в Иерусалим. Да потому что незадолго до этого они видели чудо, что он накормил пятью хлебами тысячи человек. И они сказали да, вот он. Теперь работать нам не надо. Он нас будет кормить. Сейчас мы поднимемся и прогоним оккупантов, а потом завоюем весь мир. И вот они на этой радостной ноте они его и встречали. Ожидая от него таких вот политических действий. И уже буквально через несколько дней они кричали «Распни его!» Они разочаровались во Христе. Вот и сейчас современные разочарованные кричат «Будьте вы прокляты!» «Проклята ваша церковь!» «Проклят ваш патриарх!» и тому подобное. Мы хотим, чтобы священники были как минимум святыми, чтобы они подражали Христу, но при этом мы хотим, чтобы они еще обслужили нас. Наши в том числе и политические амбиции. А почему ваши, а не других прихожан? Вот просто задайтесь таким вопросом. Только потому, что вы решили, что вы правы. Давайте откроем опять Евангелие и прочитаем, что Христос говорит на подобные заявления. Вспомним, когда ко Христу прибежали люди и сказали с ужасом в глазах, что вот Понтий Пилат убил там людей возле жертвенника и смешал их кровь с кровью жертвенных животных. И что, Христос сказал «Ага, оккупант, агрессор, ай-яй-яй, он плохой?» Нет, он сказал «Вы что думаете, что они были грешнее всех остальных Галилеем?» Но было такое мнение в народе, в израильском, что Бог карает грешников за особые грехи, то есть чем ужаснее смерть человека, тем, видимо, он грешнее был в своей жизни. Ну, такие вот понятия были «бедный, значит, грешник, богатый, значит, ты поцелованный Богом, все у тебя хорошо, значит, Бог на твоей стороне, а Господь говорит «нет, они не грешнее всех остальных». Или вы, думаете, когда упала Селамская башня и задавило 18 человек, что эти 18 человек были грешнее всех остальных, кто живет в Иерусалиме? Нет, он говорит и добавляет, что если не покаетесь, то все так погибнете. Дважды Христос повторяет. То есть мы опять возвращаемся к покаянию. И именно этим занимается церковь. Именно для этого она и создана, чтобы любой человек пришел, покаялся, исправил свою жизнь греховную, причастился, припал к источнику жизни вечной, ко Христу и стал способной к жизни вечной. У чаши с причастием, с телом и кровью Христовой мы все равны. Мы все одинаковы, мы все дети Божьи. Церковь – это небо на земле. Времени нет в церкви. Время останавливается. Мы причащаемся всегда одного и того же Христа. Мы причащаемся из той же чаши вместе с апостолами на тайной вечере. Нет времени, нет пространства. А вы хотите сделать из церкви вертеп разбойничий. Вы хотите разорвать ее, растащить на политические скопища. Мало вам. Они же есть кругом, да пожалуйста. У нас куда ни плюнь, кругом патриархаты, национальные объединения всевозможные, называющие себя церковью. Пожалуйста, идите туда, там вас обслужат за ваши деньги. Но мы, канонические священники, мы этого делать не будем. Мы не будем заниматься человекоугодием. Да, сейчас время тяжелое. Многие не выдерживают, многие психологически не выдерживают. Кого-то это касается лично, кто-то пострадал больше, чем другие. И можно простить, можно снизойти к этой немощи и потерпеть. Я думаю, что пройдет время и все успокоится. Люди и в том числе и священники придут в чувства, посмотрят на себя со стороны, сделают какие-то выводы. Понятно, что ничего просто так не происходит в жизни человека. И именно поэтому сегодня наш патриарх никого не наказывает, всех терпит и призывает всех к тому, чтобы мы вспомнили, кто мы такие. Ведь не только священники давали обеты Христу. Ведь каждый из нас давал обеты в Таинстве Крещения. Помним мы или не помним про это? Нетрых маленькими крестили, нетрые приходили именно как потребители креститься, и никто ничего не объяснил. Откройте опять же чинопоследование Таинства Крещения и прочитайте. Вспомните, что вы делали, какие слова вы говорили, как вы отрекались от сатаны, от дьявола, отдел его, как вы сочетались со Христом, как вы плевали на дьявола, когда священник говорил дуни и плюни на него, под ноги, мы оскорбляли этого дьявола, а потом вышли и пошли как ни в чем не бывало. То есть дали воинскую присягу воина Христова, вышли из церкви, бросили оружие и пошли своей дорогой жить как хотим, обнимать и лобызать золотого тельца во всей его части. А потом хотим, чтобы все у нас было хорошо. Каждый из нас давал воинскую присягу, клялся верности Христу, клялся, что он будет воином Христовом. А что значит воин Христов? Ведь многие из вас слышали, что церковь наша воинствующая. Но против кого воюет церковь? Есть четкая формулировка, что мы воюем не с плотью и кровью, то есть не с живыми людьми, а с духами злобы поднебесной, то есть дьяволом и ангелами его. И эта борьба должна происходить непрестанно. Главное оружие, опять же, молитва, покаяние, понуждение себя к добрым делам, понуждение к исправлению и причастие тела и крови Христовой. Ну а теперь давайте честно посмотрим на себя. Многие ли из нас после крещения так поступали? Хотя бы иногда. Приходят родители, взрослые, крестить своих деток с бабушками и дедушками. Все крещеные. Спрашиваешь, когда вы последний раз причащались? Ну, простой вопрос, потому что он подразумевает молились ли вы, исповедовались вы, жили ли духовной жизнью и в 90% люди говорят, а мы этого никогда не делали. Но мы хотим, чтобы все у нас было хорошо. При этом да, Христос пришел и сказал покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, то есть жизнь вечная. Конец уже близок. А разве до этого Бог не говорил то же самое? Откроем Библию, вспомним торг Авраама с Богом за Содом Гоморру и еще три города, там пять городов было. Все знают этот термин Содомиты, Содомский грех. То, чем увлекались жители этих городов. Мы даже читаем в Библии, что когда ангелы пришли вывести правильного лота, племянника Авраама, что сделали жители этих городов? Они собрались около дома, они увидели, что зашли красивые юноши в дом лотов и они попросили, чтобы лот их вывел. А для чего? А вот как раз для этого, чтобы удовлетворить свою содомскую страсть. Грубо, но вот факт, это в Библии написано. Что делает Авраам? Авраам отец всех верующих. Он верил в Бога и молился Богу до глубокой старости, находясь среди этих людей. Это его соседи, это его одноплеменники, это родственники его. И вот он один среди них сохранял верность Богу. Мы знаем, как Господь его потом испытывал, и как именно из него, взяв лучшее из того, что прошло через горнило вот это содомское. Он взял лучший человеческий материал и буквально искусственно создал народ израильский, из которого должен был выйти Спаситель. То есть Бог готовил почву, Он искал лучший человеческий материал, чтобы воплотиться. То есть Он не создавал искусственно как конкретного человека, того же Авраама или Деву Марию. Нет, это были люди испытанные в вере, готовые полностью довериться Богу, принести себя в жертву Богу. И даже праздник Благовещения, который мы празднуем, он не просто так вдруг возник, что пришел Архангел Гавриил и сказал девушке молодой, девственнице, от тебя родится Спаситель. Она совершила выбор буквально с угрозой для своей жизни. Ведь как? Она девственница, обрученная со стариком, который просто физически не мог с ней сочетаться, и она не могла зачать от своего мужа, обручника Иосифа, ребенка. И она понимала, что если она зачнет, то что о ней люди скажут. А по законам того времени ее полагалось бы за блуд вывести посреди селения и побить ее камнями до смерти. Она понимала это, и она сделала этот выбор. она полностью доверилась Богу и сказала да, я раба Господня, я согласна. И только тогда Бог смог воплотиться во человечество. И вот Авраам, верующий человек, он видит эту мерзость, он ненавидит грех, но он жалеет людей, грешников. Что он делает? Он не говорит, да, Господь, покарай их, сожги их. Когда Господь говорит, что я пришел, сейчас их уничтожу, эти пять городов, Авраам начинает торговаться. Господи, а если там столько-то праведников, там, пятьдесят, тридцать, там, ну, хотя бы десять. И Господь с ним соглашается. И он готов был торговаться до одного, но уже Господь сказал, ну, все, хватит. Нет там праведников. И Лота он вывел только из-за того, и всю его семью, только что они родственники Авраама. И мы знаем, что жена Лота настолько прилипла сердцем к этому греховному состоянию, что оглянулась, не выдержала и стала соляным столпом. Вот как поступает Авраам. Господь готов был по молитве, по просьбе Авраама ради десяти потенциальных праведников, которые могли оказаться в этих пяти городах, сохранить жизнь всем остальным жителям этих городов. Но не нашлись эти праведники. И мы знаем, как Господь поступил с этими городами. На этом месте сейчас Мертвое море. Там нет ничего живого. Тысячи лет. И, заметьте еще, Авраам ведь не требовал от Бога. Он его не обвинял ни в чем. Он просил, он молил. Но всему есть предел. А за несколько сот лет до пришествия Христа мы видим историю, рассказанную в Библии, про Неневию, языческую, которая точно та же погрязла во грехе. И Господь посылает пророка Иону, чтобы вы разумите этот город. Иона не хотел, он презирал этих язычников, как все правоверные. Но он послушался Бога, он пришел, он сообщил народу этой местности, что вот Господь меня послал, вы такие вот грешники, не покайтесь, через 40 дней Господь вас уничтожит. скрипя сердцем это сообщил и пошел, чтобы со стороны наблюдать уничтожение Неневии. Сел под лопушком и ждет. Вот, 40 дней прошло, сейчас вот я посмотрю в первых рядах, как все произойдет. А ничего не произошло. А почему? А потому что неневитение услышали Бога. Через человека чуждого им, постороннего иноплеменника они серьезно отнеслись к этим словам. И что они сделали в течение этих 40 дней? Они начали поститься, каяться, молиться, умолять Бога их простить. Что сделал их правитель, глава государства, так сказать? Он начал мобилизацию всеобщую, или что он там сделал? Нет, он встал, снял свои царские одежды, одел рубище и вместе с своим народом начал плакать, каяться и молить Бога о прощении. И Бог простил. Выводы делайте сами. И это я не только про Украину. Это точно в такой же степени касается и России. И вообще всего человечества. От каждого из нас зависит судьба всего человечества. 10 праведников на 5 городов. Вот такая несправедливая арифметика у Господа. Бог несправедлив. Из-за 10 праведников Он готов помиловать тысячи и тысячи других людей. Бог любовь. Бог любящий отец. И как любой отец, родитель, для него достаточно одного слова от ребенка прости папа и он уже прощает. мы это можем делать. Мы это постоянно делаем по отношению к нашим детям. Мы их постоянно прощаем за все. Тем более Отец ваш небесный, который не гневается, не раздражается. Он готов дать благо всякому просящему у него. Только за одно слово, за одно сердечное движение. И именно для этого существует церковь. Она помогает каждому из нас. Это не на пустом месте искусственное какое-то образование возникло. Что пришли какие-то люди, какие-то попы, что-то сочинили, придумали. Да нет. Мы все в свое время пришли именно за этим. Я сам пришел, потому что я нуждался в прощении. Я грешник. И после первой исповеди я вышел, я понял, что я прощен. Что тот человек, который был до этого умер и родился новый. И то, что я исповедовал, меня уже не касается. Это не я, это моя болезнь, смертельная болезнь. Именно поэтому люди приходят в церковь. И мы священнослужители, мы не посредники между людьми и Богом. Мы не тайно-совершители, мы не какие-то шаманы, которые правильно произносят формулировки, и за это Бог обязан что-то сделать. Нет. мы не лечащие врачи в этой больнице духовной. Мы такие же больные. Но может быть на должности медбратьев, которые не знают, как действуют те таблетки, которые они разносят людям по палатам. Это знает врач. Он прописывает, он назначает, а медбрат только разносит медсестра. Даже не медсестра, а там я не знаю, как это называется в больнице. Санитары. Наверное, вот так скорее всего. То есть люди с минимальным каким-то понятием об медицине. И эти санитары, называя их священнослужителями, вплоть до патриарха, они лечатся теми же самыми лекарствами. Они раздают их людям и сами лечатся этими же лекарствами. Вы спросите в храме, как батюшки сами-то спасаются. Да у нас батюшки приходят перед литургией, падают друг перед другом на колени у престола и исповедуются друг другу. Но представьте, вы бы пришли к себе в отдел или в бригаду на производстве и начали бы своим сослуживцам рассказывать о своих грехах, о своих делах. А в церкви это норма. Это происходит каждый раз на моих глазах. Мы такие же грешники, такие же больные, такие же инвалиды духовные, изуродованные грехом, которые хотим жить вечно. Сами пытаемся спастись и наша задача помогать другим людям. А как помогать другим людям? Рассказывать им о том, как сами спасаемся и как сами лечимся от своих грехов, от смерти. Вот задача церкви, вот задача патриарха. Рассказать про это всей своей пастве, а не бегать там с лузугами, флагами и политическими заявлениями. Именно этим сейчас занимается наша церковь по богословению нашего патриарха. Чтобы не быть голословным, скажу, что патриарх не раз высказался, что он и вся церковь скорбим по поводу происходящего. И это не просто слова, а они подтвержены действиями. С первых дней конфликта церковь, помимо молитвенной помощи занимается и материальной помощью пострадавшим в боевых действиях. В каждом приходе, в каждом, из исключения приходе Русской Православной Церкви, собираются средства для помощи пострадавшим в боевых действиях. Об этом знают все прихожане. Это было прямое богословение Святейшего Патриарха. Но об этом скорее всего не знают все остальные прохожане, так сказать. Они думают, что если церковь не кричит о чем-то, то она этого и не делает. Церковь всегда помогала страждущим и продолжает помогать. Это естественное состояние Церкви, естественное состояние человеческой души. Поэтому кто хочет реально помочь пострадавшим, то может зайти в ближайший храм, спросить, кто собирает пожертвования на помощь пострадавшим и внести свою посильную лепту. И не надо думать, ваши 50 или 100 или даже 10 рублей, они ничего не стоят. На самом деле стоят. Вспомните лепту вдовицы. Важно именно сердечное движение и важно все, важно любое действие, любая помощь. И неспроста с древних времен святые нашей церкви говорили, что помогать, жертвовать, в том числе деньгами, это ни много ни мало, а проливать свой пот и кровь. То есть не все способны взять в руки оружие и пойти воевать. Не все способны пойти в больницу перевязывать раны раненых, чистить гнойные раны, менять повязки и так далее. Не все на это способны. Не все способны пойти и помогать людям на улице. Таких людей на самом деле немного, которые на земле руками это могут делать. Те, которые занимаются реабилитацией больных, реабилитацией заключенных, которые выходят из мест лишения свободы и хотят начать нормальную жизнь, но часто они не могут это сделать, потому что попадают в тесные обстоятельства и вынуждены опять вставать на преступный путь. То есть есть эти люди, но они могут делать что-то руками, но у них нет возможности а возможности дают те самые средства, которые дают другие люди. То есть мы зарабатываем деньги, мы трудимся и деньги это материальное воплощение нашего труда. То есть когда мы даем денежку на благое дело, мы буквально трудимся, мы проливаем свой пот и кровь ради этого. Мы участвуем во всем этом и мы исполняем таким образом заповеди Христа, когда Христос говорит, что если вы сделали что-то для ближнего, то вы сделали для меня. Это написано в Евангелии. Поэтому хотим помочь приходите и помогайте, а не болтайте и не осуждайте ближних церковь и священников. И вот на время Великого Поста Патриарх призвал верующих к особому молитвенному подвигу усилить свою молитву за мир на Украине. Понятно, что для человека неверующего это пустой звук, для них это просто слова мне так и пишут. Знаем мы ваши молитвы, чего вы там болтаете, бормочите там себе под нос. Но для верующего человека молитва велика. Так и говорим, что человек может быть грешен, а молитвы его святые. И вот тот же торг Авраама с Богом это та же самая молитва моления. Авраам просил. Ни не витя не просили и были помилованы. И вот патриарх Кирилл призывает всех верующих к ежедневным молитвам о восстановлении мира на Украине. В связи с событиями на Украине патриарх Кирилл призвал всех во время Великого Поста ежедневно совершать чтение канона Пресвятой Богородицы с прибавлением к нему молитвы о восстановлении мира. Ссылку на текст канона и молитву я помещу в описании к этому ролику. Для тех кто плохо видит или не имеет физические возможности прочитать я дам ссылку на молебный канон Богородицы который начитан чтецом хотя бы уж так если никак по другому не получается и святейший патриарх пишет мы переживаем сегодня непростой исторический период все наши мысли тревоги и молитвы связаны с происходящими событиями на Украине но даже в самые трудные времена испытаний наш народ искал помощи у Пресвятой Богородицы которая всегда была усердной ходатайцей и заступницей Святой Руси во дни Великого Поста когда церковь в покаянии предстоит Господу обращаюсь ко всем вам мои дорогие с призывом читать ежедневно канон молебной ко Пресвятой Богородицы поемой во всякой скорби душевной и обстоянии с прибавлением к нему утвержденной ранее молитвой о восстановлении мира эту молитву во всех храмах Русской Православной Церкви читает священник вслух после чтения Евангелия и сугубой их тени обратим наши взоры и воздыхания к усердной заступнице рода христианского чтобы по ее неотступному материнскому ходатайству человеколюбивый Господь преклонил свою милость к нашим народам и даровал крепкий и необоримый мир вот что делает представитель нашей церкви подражая Христу он призывает к молитве к покаянию к усилению покаяния и молитвы то есть прибегнуть к тому самому главному оружию против дьявола и духов злобы поднебесной которые всегда работают на разделение всегда где они там смерть то есть вот наше духовное оружие вот чем мы должны бить врага вот чем должны заниматься воины Христовы христиане помимо добрых дел вот наше основное делание просить Бога помиловать нас не их а нас это всех нас касается всех до единого и политические игрища священнослужителей конечно же здесь неуместны я в прошлой своей беседе цитировал слова митрополита Запорожского там где происходят боевые действия где он призывал своих священников прекратить заниматься политическими игрищами он им напоминал кто вы такие и чем вы должны заниматься и он прямо им сказал что мы должны любить всех мы должны молиться за всех мы должны помогать всем вот слова истинного пастыря подражателя Христу и в конце я зачитаю эту молитву медленно и внятно ссылку на текст дам тоже в описании чтобы можно было перечитать то есть эту молитву должны читать не только священники но и люди которые стоят в храме и слушают молитву мысленно повторять эти слова то есть совместно молиться и по заповеди Божьей где Христос говорит что где двое или трое во имя Мое собрались там и я посреди них то есть вот чем должна заниматься церковь вот зачем мы собрались то есть мы одновременно едиными устами единым сердцем называем Богу об одном и том же и просим и молим Его чтобы Он сделал сотворил просимое нами и вот о чем мы просим Владыка многомилостиви Господи Иисусе Христе Божий наш молитвами всепречистой владычестве нашей Богородицы и Преснодевы Марии святых равнопостных великого князя Владимира и великие княгини Вольги святых новомучеников и исповедников церкви нашей преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия Киева Печерских чудотворцев Сергия Игумена Радонежского Иова Почаевского Серафима Саровского и всех святых благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих от единой Исповем Исповем ися тебе Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу с обезначанием твоим отцем пресвятым благим и животворящим духом во веки веков Аминь Аминь Аминь